Продолжение следует... 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 охереть пробище абсурд какой-то реально здесь ехать типа 67 минут не час 31 стоять давай проща зайдем дискорд умный дом умный холодильник лампочка утюг чайник один только ты тупой вот оно будущее или еще выше вот из-за того что не читал из мая то я ухожу к пацанам войск вот так ты меня променяла но пацанов блин не могу найти вот так подожди моральная хрень специально для снори это про это или еще выше сколько там хитрох не то текстом реально текст на какой-то большой такой я помню вот это наверное да нет хрена там переписки позже мы так прям капсовый текст еще суши вам далеко отмотал лол оформление магазина сайта кроссовок выглядит почти один в один как сайт зары я даже испугалась что это они такие продают мужской линейки ну а моду похоже я не в том что похоже ведь все интернет-магазины суть одной что воспринимать как комплимент или как оскорбление про текстище капсом нет это даже не троллинг был я у меня сегодня такое не смешное настроение это это же точно было после кроссов в мою честь что человек работающий медиа директор называет одну мою короткую фразу мощным текстом не там не короткая фраза там было много сообщений так это же было после обсуждения кроссовок правильно что-то главную страницу скидываешь что вообще вник в то что я написала товар любой открой я посмотрел там все женское поэтому мне лень было открывать так на срочную смолика ха 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 я тебе про фиолетовое ты мне про теплое ну тебя нафиг все я ушла в фролоны играть афк давай все равно не похож я посмотрел сразу после магазин юмор выше всех похвал вот я сейчас после магазина там барбос что-то писал и ведь стоит недорого я уже второй день залипаю брэд эдж кому интересно что это такое с чем идет вот небольшой обзор брэд эдж мужик и его курица вот тебе было не лень вчера сомневаться что один сайт похож на другой но лень было открыть любой товар и увидеть что да похож даже основной шрифт один и тот же спасибо что уважаешь собеседников называется я боюсь пропустить сейчас не рождаю я боюсь пропустить я сейчас все прочитаю у меня полчаса еще мне половина черным там было все равно сайт не похож удивило что хитрово удивило имя куангали явно мало там одна сплошная стена моих постов как ты это пропустишь я забыл я должен капсом же читать капсовый читать таким голосом там одна сплошная сплошная стена постов как ты это пропустишь жалко я твой голос не особо ну то есть мы не так много общались в личные в личке то вообще нет а в войсе не могу воспроизвести твой голос типа интонационно явно мало имел дел с восточными народами ну да они очень много у нас почти всегда имена составны из двух частей слов в куан скорее всего значит радость веселья приподнятое светлое настроение что значит гали не помню или не знаю но это слово приставка к мужским именам в киберспорте восточные имена уже тоже на слуху не помню ник игрока из снг напомню что его зовут бакыт что значит скорее всего счастье бакыт эмильджанов это заяц вот каялбек тагиров или таиров точно не помню это дрим собственно даниял аликбеков или алибеков где то я букву то ли добавляю то ли наоборот вырезаю это вампир олжас на самом деле у него какое-то длинное имя но он олжас не помню фамилию это фифер гамбитов стул а теперь внимание хитроф ты знаешь как меня зовут нет остальные не подсказывать если кто то знает каял кстати мечта дрим говорящий ник найм о да ладно блин прикольно вообще круто я не знал этого серьезно даже недавно вышло интервью с дримом а я его так и не посмотрел я не знаю как но не роли тебя зовут как 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 еще блин мне прям даже неловко стало каял мечта прикольно я не знал круто спасибо насчет того что футбольные болельщики по 20 лет болеют за команду а мы тут в доте поболели годик тима распалась и мы фанаты слились факторов в этой ситуеве не много но приведу один в футболе в команде 11 игроков плюс куча запасных тут тяжело болеть за за индивидуумов не тяжело болеть за индивидуумов и многие люди правда болеют за конкретных за конкретных людей эра заканчивается там десятилетия где-то пять десять лет и люди перестают болеть за клуб я провожу параллели с татарским языком так что перевод может быть не точным кстати кыргызский язык и татарский но они же далеко да кыргызстан от татарстана но если каял мечта реально прикольно типа дрим на индивидуальном уровне за кого-то разве что за каких-то футбольных мирок в месси там и так далее в футболе проще и выгоднее если хотите болеть именно за клуб команду футбол вара заряжает именно тем что одна команда против другой но они слишком большие чтобы индивидуально к каждому прикипеть в итоге тут скорее воспринимаешь их как одна армия против другой армии в армии все солдаты на одно лицо так сказать ох так интересное развитие мысли в доте же у нас в команде всего пять игроков их легче узнать то есть больше личностных сопереживаний конкретным людям читай полностью не читай полностью не останавливайся ну щас я этот обмозговываю плюс я на дорогу посматриваю иногда их легче узнать более близко во время игр на индивидуальное исполнение каждого игрока больше внимания успеваешь обращать и кастеры успевают похайпить тех же мироклов плюс ты можешь видеть как умения каждого игрока сливаются в одно в умения команды как итог сильнее прикипаешь именно к этому ростеру пяти игрокам легче выстроить какие-то свои страты и наработки и плейстайл за которые тимы могут полюбить я видимо до сих пор не настолько глубоко в доте разбираюсь чтобы прям вот конкретные стили воспринимать конкретных команд или там сочетание игроков но да мысль более чем адекватная не спорю ой я спал восьмого на ногах мне немножко тяжеловато в общем в доте у нас масштаб всего поменьше кроме призового пула TI Лу даже в комьюнити это ощущается которая тоже меньше по идее ну намного меньше чем футбольная футбольная может не так активно в интернете поэтому в принципе можно создать иллюзию того что в интернете как будто бы больше киберспортсменов но по факту в ИРЛ футболеров так то побольше все таки будет мне кажется я за ВП именно так и начала болеть мне понравился их общий плейстайл то как они действовали плюс это была первая команда из СНГ сейчас секунду прям вперед проезжаем 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 за полтора два года просмотра про доты которая реально что-то показывала другой уровень другую игру напоминаю на фоне того СНГ какое я смотрел и перед этим откровенно говоря оно оно было не очень было все еще много первоинтовского эй да мы всех на личном скиле размотаем ВП начали наконец показывать что-то стоящее то чего я ждала и они продолжали это делать еще года полтора а уже потом постепенно пошли на спад мне кажется что кстати они на спад то пошли не постепенно это типа пара месяцев этой весны и я это связываю у себя в голове с уходом как раз таки нынешнего тренера Гамбит из ВП напомню он тогда был в ВП еще в начале 19-го года он по-моему в марте или в апреле ушел если не ошибаюсь и как раз вот они начали не очень круто выступать например на квалификациях к эпицентру и сейчас в новых ВП нет того за что я болела нет этой игры нет 2 по 20 нет ГГ на 15 минуте ГОНЕКСТ размотаем нет ладно парни холдимся на ХГ и ждем первую ошибку врага ничего нет Деспрофит вас подери самый скучный герой доты по мнению Нуна я не согласен кстати мне очень нравится Деспрофит знаете почему не смешны ваши шуточки да ты просто глор а смешны шутки когда у вас умер любимый ой ё-моё а смешны шутки когда у вас умер любимый человек и вы раздавлены вы бы стали шутить над таким уважаете ё просто чужие чувства ммм дошло в кое-то веке я не совсем согласен с этим ощущением ну я понял я понял тебя то есть я лично это не принял у меня эмпатия не особо сработала я помню свои горевания по составу ВП до вот этого ну до того о котором ты пишешь до вот этого трехлетнего мощного стака эмм когда они разошлись да это было пипец как грустно но тем не менее я не агрился на ну то есть во первых я не воспринимал их как родственников так или иначе но это очень жесткое сравнение мне кажется нерелевантное если честно adelante хотел тебя сейчас обратиться по имени и понял что я не знаю имени вот ну было грустно но я в целом довольно адекватно это воспринимал ну типа окей я просто терял близких и я понимаю разницу между этими ощущениями поэтому призову как бы к взаимности и Ну, камон, это прям очень разные ощущения А тот состав был для меня очень близким Я ездил с ним на каждый, сука, турнир И да, они не были там суперкомандой Но я прикипел к людям И прикипел к обстановке, которая не всегда была идеальной Но, короче, я вот прям полностью не согласен Что смешны шутки, когда у вас умер любимый человек и вы раздавлены Это прям, ну, прям пропасть между этими ощущениями Опять же, типа, Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ну, как бы, я за него болею с 98-го года И последние 6 лет МЮ в говне Вот И, ну, типа Это я понимаю Вот это мне релевантно Когда команда, которая разваливала в течение 15 лет Ну, типа, как бы и разваливается Вот Более релевантное сравнение Когда у тебя были отношения очень клевые Но они кончились И ты жалеешь даже не по человеку А по тому кайфу, какой вы вместе получали Да Да Вероятно Я понял Но мы, блин, мы же, типа, стебали То есть, когда меня стебут неудачными отношениями Мы же взрослые люди, камон Типа Я понимаю, там в 20 лет убиваться по этому Нет, круто, наверное, что ты сохранила Вот эти ощущения До Намного старше возраста, чем 20 лет Ну, как, на треть, получается, да Но Не знаю, может быть, я стал какой-то черствый Плюс я не помню, что такое разваленные отношения Я Замужем чуть не сказал Я женат уже То есть, я в отношениях вот будет сейчас Будет, блин, было 20 октября, как 9 лет Я забыл, что это такое Я стал черствым в нероле Ты забыл, что я фанат Фанатка другого уровня А ты все пытаешься Меня поставить в ряды с обычными фанами Особенно глорами Ну так Я понял о чем-то Ты была фанатом не организации, а той команды И как раз-таки И весь рассказ про то, что именно к команде ты прикипел Да, это принимается Типа, окей Но А я тогда фанат какого уровня Который был с ними внутри То есть, я прям Я практически персональный фанат Но, окей Типа, я Ну, возможно, я просто более черство это принимаю И то, что такого никогда не будет Я хотел такое найти в Гамбит Ты же помнишь, год назад, когда я стримил еще Ну, чуть больше года назад Уходя из Рухаба Я несколько месяцев думал Блин, прикольно было бы пойти в какую-нибудь организацию Чтобы снова это ощутить Я шел за этими самыми эмоциями У меня тогда еще не было договоренности с Гамбит Я думал про разные организации Ну, в основном про Империю Потому что я близко общаюсь с их стафом Вот И я хотел вот эти ощущения получить И, блин, я понимаю твое разочарование От того, что ты их не получил То есть, я Ну, это лично мое Это никак не связано там с какими-то минусами Гамбит Просто я Я лично для себя этих ощущений В организации Гамбит и Спорс Не получил тех, которые были, опять же, мои личные Типа, знаешь, как это ваше ожидание, ваши проблемы Мои личные ощущения От той работы в том ВП И Ну, я отчасти понимаю Да, такого типа больше не будет В одну реку не войдешь дважды Это И ты понимаешь, что такого больше никогда не будет А тебе хреново в данный момент Отношения только кончились Я про серьезные отношения Это если ты с Вероникой расстался сегодня Ну, блин, опять же, типа Это более релевантное сравнение Чем смерть близких, конечно Мягко говоря, это прям сильно более релевантное Но для меня распад моей любимой команды Вот если МЮ, за которой, напомню, я 21 год болею И там много было периодов, эр, уходов, приходов, смены стиля игры Последние 6 лет Ебаная мясорубка из 4 тренеров Вот сейчас 4-й Ну, я его очень поддерживаю Он легенда клуба, в общем-то И очень молодой тренер легенда клуба Но если сейчас МЮ вот так вот по щелчку не станет Но это будет значительно хуже, чем если Точнее, вообще даже не настолько близко плохо Как если бы я расстался с Вероникой Понимаешь? Это типа тоже разного абсолютно уровня Привязанности Давайте говорить такими словами, наверное Абсолютно разного уровня Вот То есть Ну, прям совершенно Мне вот эта аналогия, правда, непонятна Ты как бы привожил А вот если бы ты с Вероникой расстался Если бы сейчас Virtus.pro просто вот полностью сменили Ушли бы из доты Я не в терминологии Я в ощущении В мое восприятие То есть ты высказывал свое Соответственно, у нас как бы идет диалог Я же высказываю свое восприятие Это абсолютно разные уровни для меня Но ближе, чем смерть близких Согласен Ты ждал, что я вот такую телегу запил Эй, 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 эй Вместо того, чтобы понять эмпатию Ту самую, какую ты не воспринимаешь И бы черствый сухарь Подожди, вместо того, чтобы ту самую эмпатию Нет, вместо того, чтобы понять эмпатию Ту самую, какую ты не воспринимаешь И бы черствый сухарь Сука, надо было в конце еще написать Сухарь Блин, я, короче Он улетел Вдруг Пожалею уж и зрителя Вдруг кто-то будет запись смотреть Я безжалостен Я же Черт, твой сухарь Да и кому нахер нужно смотреть эту запись Кроме тебя, конечно Я вообще не надеюсь, что кто-то посмотрит запись Кроме тебя Блин, ну куда оно улетело Ты ждал, что я вот такую телегу запихну тебе в чат на стриме Да мне даже дискорд не дает эту телегу запостить 2к символов Получите, распишитесь и сократите ваш чертов пост Ты, кстати, и так половину моих сообщений не читаешь Когда я туда пишу Сейчас все читаю Я в смысле в чат Я стараюсь весь чатик читать ПС Как же я страдаю от отсутствия большого количества людей С хорошим чувством юмора Уже один мат на языке от ваших шуточек Блин, я тоже страдаю от малого количества Чувства юмора у себя Ты не представляешь, как страдаю Так, и что это за предъявы про образ команды Которую ты сама себе придумала и влюбилась У него что? Ой, лол, кто тут еще чего придумывает? А, фантазеры, блин Это я включила запись стрима И эти слова пропустила тогда Так, как авкала Вот теперь сижу дома Что же дальше? Что еще ляпнешь за целый час? Еще раз, я болела за то Какую доту играли эти пять парней Но доту же все воспринимают по-разному Это ты себе придумала ту команду Здесь я от своих слов не отказываюсь Как бы я вот смотрел на ТВП И мне было скучно их смотреть И мы тогда сошлись тоже с кем-то в чате Что это было скучно Ну, потому что они все... Это как Барселона в времен Гвардиолы Типа там 12-летний, 10-летний давности Они всех выносили Это было неинтересно Ну, типа Твое восприятие Так я говорил, что Иногда скучно смотреть Ну Окей Блин, чувак Зачем ты пересек сплошную линию? ДВП я смотрела игры А смотреть доту просто так Не особо затягивает Надо за кого-то болеть Можно еще ставочки ставить Это не уменьшало моего опыта Как болельщица Ну, я бы сказал, что Когда ты сама себя придумываешь То, ну, безусловно Ты как бы Некий образ создаешь И Ну, да У меня вот у Юнайтед Например, за 21 год боления Таких образов было уже Штуки 4 минимум Ну, они зависят от стилистики игры От подхода тренера От Игроков Конкретных Да, там Связок игроков И Типа, вот, все говорят Вот, нам нужно возродить Типа, дух Манчестер Юнайтед Когда мы там, типа, играли В агрессивный фланговый футбол Пыла Ю, пылаешь Типа, да ничего я не придумывала Нет, ну, камон Ты смотришь Вот, 10 человек Посмотрят на Один и тот же матч И На игру одной и той же команды И они Совершенно очевидно Увидят Ну Возможно 10 разных Абсолютно стилей игры Блин, офигенная дискуссия Офигенный диалог Надо прям В лай Замутиться С такой темой Очень интересно Голосом было бы Пообсуждать И не на дороге Твою мать Светили Глаза Без шуток сейчас Правда Интересная тема С ВП Было так же Я ждала Расцвета полного С Аегисом Ну, кстати, все ждали Я помню На автопате Эпицентра Леха Соло Мы пересеклись Там где-то В коридоре Йота-арены Ну, в зале В этом Типа, о, здорово-доро Чё, как Я говорю Давайте, парни Тарелка нам Это нужна Аегис нам нужен При том, что я уже Работал в Гамбит Как бы И Гамбит не вышли И поэтому Ну, все силы ЗВП Но не срослось Читай до конца Сейчас я остановлюсь Где-нибудь Где можно это сделать Адекватно И дочитаю Прям интересная тема И чат читай И чат буду читать Так, чувачки Чё, кого? Блин Уже заняты места Парковочные Я в шоке Anybody say That Не вся занята Кайф Скоро конец стрима Меня Эндрю ждет Да, да Сейчас давай Я дочитаю И закончу Стрим Я в принципе уже приехал Ну, мне очень интересно До ВП я смотрела игры А смотреть доту Просто так Не особо затягивает С этим согласен Надо за кого-то болеть И я Хера какая лысая морда Хера какой стремный Зеленый никнейм Я года полтора Болела просто За любой СНГ состав ВП с ФНГ Нави Я даже название Не помню, честно говоря Это уже о чем-то говорит Чисто из патриотизма Ну, хочется же, чтобы Наши тащили А потом появляются Вот эти парни Которые разматывают Саммит И не повторив Ни одного героя Парни, что мы напикали Я дублирую Я цветы выращиваю Семян Вот начало у меня Начало у меня что-то Сходить Я жду, что это станет Полноценным цветком Если этого не случается Я расстроюсь Логично Аналогии Вот эта аналогия Точно принимается Но они стали цветком А, ну, типа Ты хотела АЕГЕС И потом перестала бы За них болеть Или как Короче, это как Типа Ждала какого-то Расцвета Точнее В финальной точке Как Простите Половой акт Ты ждешь как бы Финала А он как бы Не случается И ты такой Типа Вот С цветами тоже Ну, то есть Они же расцвели Я бы с чувством Выполненного долга Ушла на фанатскую пенсию Блин, крутая тема Если бы еще денег платили До них никто В СНГ В Доту Так не играл Плюс еще совпало Что сама Дота Начала меняться Начала становиться Все более профессиональной Уже не так много Было куражных команд Было больше Холодного расчета И подхода С трезвой головой А вообще Вот я сейчас написал И все это И что мы теперь будем Обсуждать на твоем Первом выпуске Хитрошоу А, а, а С чем вас и поздравляю Просрано На самом деле Диалог-то Можно было бы сделать Еще на часок Вообще изи Видишь, мы Обсуждали это Тридцать Три минуты Где-то Эпично засчитал Все Лайк Взаимно Написано неплохо Я могу вообще Бесконечно болтать Я не сомневаюсь В общем За самих по себе ВПшников Я по сути болел Только когда они были вместе И то, что я болел За Леху За Пашу Ромку Это был Скорее побочный эффект От моего боления За игру этого Ростера И так у них Мог быть любой Вега могла быть Изи Вот Они кстати Веге же играли Втроем Вова Паша Соло И вот сейчас Они распались Разошлись По разным тимам И все Оказалось, что Они неинтересны Я уже забыла Что есть такой игрок Рамзес И про Пашу забыла Пролил его Трудно забыть Инфоповод Он по поводу Погоняет Прикинь Она бы не писала А говорила Это не потому, что Я могу бесконечно болтать Это не потому, что Девушка Я не девушка И тоже могу бесконечно болтать Тут еще фактор того Что я сейчас В разы меньше Доты смотрю Читаю Вообще почти не смотрю Тяжело болеть за что-то Если ты этим не занимаешься Достаточно Или пусть Остапа Дальше несет Отличный текст Жаль, что во флуде Такие большие текста Отлично бы смотрелись В дискуссии Я так понял Барбос там Ушел, да В сторону Все, там конец Я, короче Не все принял Большинство из этого Я понял С чем ты солидарен Я понял Твою точку зрения Могу разве что Попросить прощения За то, что Мы так тебя стебали Вот То есть С моей стороны Не было в этом Агрессии и негатива Просто я не до конца Понимал твои предпосылки Могу посочувствовать Да сочувствовать не буду Сочувствие такое Знаешь Вот если бы реально Что-то серьезное Произошло Я бы мог посочувствовать Там Постараться Как-то Эмоционально Помочь Сейчас Но это Я думаю Ты уже это пережила В принципе Ты даже Вот в этих словах Видно Что я уже забыл Вот Курамзэс Вот это все Типа Ну Это был крутой этап В жизни Типа А что Сочувствовать-то Я вот Ну тоже Грущу По временам Гоупрохи Виртус Про Старого Там Напомни-ка мне Сколько у меня ушло Времени Чтобы До тебя Донести Посочувствуйте Насбер Мне Не Извините Тебе не будем Сочувствовать Вообще Никак Вот Для тебя Мы бесчувственные Бессочувственные Блин Я Ну много Времени Я не знаю Сколько ты это писала И еще несколько Стримов Мы это обсуждали Но Я так же Грущу По тому Времени Типа Это Ну это Был Крутой Этап Моей Карьеры Но Надо идти Дальше Как Вероника С тобой Живет Я если честно Сам Думаю Я даже Ездаю Вопрос Как ты Со мной Живешь Я Типа Вообще Не Встраться Сложный Чувак В этом Плане Вероника У меня Святая Практически Да Те Что Такой Не воспринимающий Чужие слова И чувств Опа Подрубка Разор Прям Вовремя Пришел Бро Я уже Выключаю Ладно Спасибо Нероле Что посидел Слушай Это был Очень Ну вот Не ждите От меня Сочувствия И всякая Человеческая Тягомотина Блин Зюзик А тебя Мы не ждем Сложный Новый хэштег Да Кстати Новый хэштег Сложный Я только Проснулся Неплохо Пол восьмого В Москве Спасибо Нероле Что посидела Со мной Это было Очень продуктивно Удачно Вам поиграть Смайт Зюзик Тебе Удачно Не посочувствовать На бучущий Что бы ты там Не нес Как обычно Разор Читай Как Пошел Не Не буду так читать Фу Фу Ты че Ты же не зюзик Че ты так пишешь Ужасно просто Блин Чувак Слепит Вставать еще Удача Для неудачников Не желание Это ереси Я не буду тебе Ничего желать Получив Фашист гранату Фу Не роли Тебя это не красит Вообще Не красит Все Давайте Кулачок Раз Два Три Хэтш Да Разор Уведомления Что то странное С ними Какая то херня Но ты в этот Залетай Ты в дискорде То у нас есть Если нет То не роли Если не сложно Скинь пожалуйста Ссылочку на дискорд Или ты есть там Разор По моему есть Вот там я пишу В этом Поставь себе Уведомлялки На этот Streams Info Или stream info Я туда пишу Всегда как запускаю Может мы еще бота Когда то настроим Наконец таки Вот Все Кулачок Вот да Спасибо большое Неролича Неролича Читаю Окич и Неролича Нероля Все я пошел Не задерживаю тебя Больше Тебя там Энре ждет И вам надо играть В смайт Спасибо что посидела Со мной Я прям пробку Почти пролетел Все Вы самые крутые Спасибо огромное И до скорых встреч Пока пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok